Девушки-стримеры, это люди, которые транслируют свою игровую деятельность, общаются с аудиторией, создают контент в реальном времени, на различных... А, стоп, так я знаю этого кента, мы смотрели его уже, кстати. ...в формах для стриминга, таких как Twitch, YouTube, Facebook Gaming и другие. Они могут играть в разные игры... Да, мы точно его смотрели. ...сужать различные темы, вести обучающие передачи или просто развлекать зрителей. Но знали ли вы, что... Он, по-моему, делал видос про это, про трэш-стримеров, короче. Триминг это не совсем простая штука. Для поддержки или помощи нужен партнер. Типа, ну, очень важно, чтобы, знаешь, чтобы тебе... Вот так, сделай потише хотя бы. Типа, ночью с ней в кровати полежать и поговорить о том, что меня волнует, и она меня поддержит, типа, и еще что-то подскажет, типа, и так далее. Стримеры могут сотрудничать с женщинами для создания совместного контента и для проведения совместных стримов. Сегодня мы поговорим о девочках-стримерах, имеют ли они какие-то отношения или вовсе просто друзья. Бустер. Российский видеоблогер, прославившийся стримами на тему компьютерных игр. Полюбили такую яркую личность благодаря его эмоциям и юморам. Известно, что Бустер находится в отнош... Блядь, очень сильно похоже на то, что вот как сегодня мы играли в бездарное лето. Там каждый раз Шабанов смеется. Есть девушка Катя из Домодедова, которая также является стримером. Славе сразу... А, тут за... Ебать, тут сейчас будут рассказывать именно... Дом 2. Вот, ребята, вот это реально интересно, где можно полазать в говне, посидеть, посмотреть и похихикать. Во, блядь. Понравилась ее улыбка, и он пригласил новую знакомую в Макдональдс и в кино. Следом, они начали на регулярной основе проводить прямые трансляции и даже снимать видео на канал Бустера. А, так они расстались, сука-то, да? А чё, ну-то не хихикать получается, а грустить надо. В начале декабря 2022-го... Не, ну, понятное дело, что Бустер уже не грустит. Блядь, короче, все забейте, я куда-то не туда веду диалог. Года стало известно, что стример Вячеслав Бустер остался со своей девушкой Екатериной. Тогда пара решила не вдваться в подробности расставания, но спустя неделю девушка все-таки дала комментарий. И для него сейчас важны очень то, чем он занимается, его карьера. Я только рада. По ее словам, для Бустера на первом месте карьера, а не семья. Слава, находясь в Турции, принял решение прекратить отношения и в ходе телефонного разговора бросил... А через сука, кстати, времени он начал отношения с Диларой? Катю, которая еще была в Москве. У ребят получилось расстаться на дружественной ноте. Бустер не стал тянуть время и сразу же познакомился с новой девушкой. Зовут ее Дилара. Дилара знакома пользователями интернета, как бывшая Алишера Моргенштерна. Между ей и Бустером... Нет, я серьезно спрашиваю, но есть люди, которые постоянно смотрят там Бустера, там, следят за ним? Ну, там же какой-то промежуток времени. Я просто не знаю, насколько быстро, через месяц, через два, через три. Просто не могла не проскочить из кран, что оба долгое время отрицали... Завтра в три. Блядь, ты понял мой вопрос? ...ли их отношения. Но недавно стало известно, что Дилара была приглашена Бустером на официальное свидание, которое обошлось ему в 7 миллионов рублей. Столько стоила аренда стадиона Спартак, где стример придумал настоящий романтик, надев классический черный костюм, заказав ужин, шампанское и свечи. Дилара и Слава Бустеренко часто проводят совместные стримы, на которых смотрят фильмы и мило общаются. С этой парой можно уже закончить, у них только всё начинается. Судите сами, как вы относитесь к расставанию Кати и Бустера. Эвелон, или же Вадим Казаков, один из популярных стримеров Твича. Ну, мне на самом деле, наверное, ну похуй. Нет, я думал, если там какая-то грязь сейчас будет обсуждаться, они просто, он такой констатировал факт, типа, во, они расстались, как вы думаете, хорошо это или плохо, да похуй. Стример легко попал в 100 популярных блогеров на платформе Твич и занял там почётное пятое место. 15 ноября 2020 года Вадим... Это хроники, блядь, я думал, он будет обсуждать всякую грязь. Блядь, ну так, хотя ладно, хотя бы вспомню, кто с кем встречался, с кем расстался. Либо же Генсуха. Эвелон и Генсуха хорошо проводят вместе время, стримят, общаются с друзьями, они делают романтические стримы, дабы дать людям понять, насколько они друг друга... А с кем сейчас-то Тевелон встречается, вот, я просто чужо. Люди поддерживают. Для нас, Генсуха запомнил своим парсионалистом... Или всё, он уже фризон. ...талантом и отличным чувством юмора. Она транслирует на платформе Твич, где у неё более полтора миллиона подписчиков. Наташа в основном транслирует игры, такие... Со мной хороший выбор, кстати. ...как Valorant, Apex Legends и другие, а также иногда занимаются творчеством. Например, у Генсухи есть свои треки, такие как «Не тороплюсь», «Игры» и так далее. Отмечаются, что песни имеют сложности... Блядь, вы заметили, короче, как стримерши наделали треков? И прикол в том, то что, ну, ты слушаешь, и у тебя первые мысли прям хочется написать «Это она про него». Ну, то есть, там, не знаю, «Это она про Бустера», «Это она про Илона», «Это она там про Коша». Ну, реально, самые первые мысли, когда слушаешь, просто вот из ассоциации именно такая. Пошли, спасибо за подписку. ...но не дотягивают до покружения. ...на певица оценивается на 6 баллов. Её умение поддерживать интерес к трансляции и... Их никто не слушает всё равно? Бля, мужик, ты чё с такую хуйню спизданул. Ты хотя бы смотрел прослушки, шо вот получается «Окулич», шо «Генсухи», шо «Якадзе». Если у «Якадзе» всё ещё, ну, в принципе, просто нормально, типа 100 тысяч, то шо «Окулич», шо и у «Генсухи» там вообще на цифре ёбнутые. ...вовлекать аудиторию в происходящее делает его одним из самых лучших в этой области. Она известна своими высококачественными косплеями популярных персонажей. Хотя, правда, там надо тоже учить, учитывать то, что они как бы два трека набирают с фит... ...эээ, с фит, с фит, этот... И это фиты с чуваками, которые супер популярны. ...на же в из... Но всё равно. ...зыгр, аниме и фильмов школьниц. ...давай-давай, а ну давай, меня жман, ты везу. ...да зыгрени под юбочку, да посмотри на путь. ...такая девочка, знаешь, как будто с планшетом, с учебниками. Блядь, я бы сейчас так же встал, но я просто в трусах. Ну, и для меня в руки даже взять нечего. Ну, могу взять ножницы для рук, пульт от кондиционера, который работает... ...вот с тем кондиционером, который в коридоре стоит, я не знаю. Ну, и с клавиатуры для F11. О, здорово. ...горяду 2022 года, во время прямого эфира, Эвелон сообщил о том, что пара рассталась, но причины не назвал. ...пыталась себе настроение, блядь, поднять, нахуй, ну хоть как-то. Представляешь, у тебя будет какой-нибудь крутой, блядь, стрим, ты пытаешься отвлечься от всего, нахуй. ...сиська, не грусти, а то сиськи не будут расти. ...от жизни своей, от всего. ...блядь, и вот я напишу, вот вчера бы, да, написала, или позавчера бы, на каком-нибудь твоем прикольном стриме, написала бы. ...как бы у тебя лицо поменялось, блядь, верили в это. ...что-то она грустит. ...что такое тоже бывает. ...я сама не ожидала, сама не вздумала, не гадала. Наташа решает понять, что это случайно, что такое в жизни бывает, и продолжает стримить, пытаясь забить на прошлое. ...в данный момент нету точной информации, с кем встречается сейчас Вадим, но если вы знаете более подробную информацию, умойте написать. ...грустно как-то, на самом деле. ...в эти комментарии. ...то расставание, это всегда грустно. Но как Гава, этот, как приручить дракона было сказано, любовь, это очень больно. Но она стоит того, чтобы эту боль, ну, типа, бля, почувствовать, понял, бля? ...хесус, русский стример, блогер и летсплейщик. ...а он с кем встречался? А, нихрена себе у тебя там картиночки, хесус! ...хесус создал свой ютуб-канал 3 мая 2012 года, а 16 августа завёл аккаунт на Твиче. В течение трёх лет после создания каналов, хесус скрывал своё лицо от публики, пока... ...неправильно делал! ...посыл его только в ролике, посвящённому новому 2016 году. ...вот примерно, как-то так я и выгляжу. Ожидание и реальность. Прекрасно понимаю, что... Я, на самом деле, если без шуток, я первый раз, когда увидел, получается, это видео... ...с лицом хеса, я думал, что это наложенный звук. Ну, я искренне думал, что это наложенный звук, потому что вот... ...хес, это именно тот человек, знаете, когда, вот, голос не подходит лицу. Вот смотришь на меня, ну, у меня, наверное, на самом деле... ... betrayed, мне кажется, у меня такая же хуня. У меня как-будто голос не совсем подходит лицу. Как будто он тоже немножко такой долбоёбский. У меня, знаете, голос должен быть какой-то типа... ...привет, дашь? Бля, не дашь. Ну, вот такой должен быть. Вот, примерно, та же самая история. Я не соответствую вашему представлению. Вот у Тохи идеально подходит лицу голос, кстати говоря. Представлению обо мне. Что же известно про его партнера? Давайте начнем с самого начала. Хесус уверен, что его вторая половина будет веселой, красивой девушкой с модельной фигурой. Недостатков поклонница пара не испытывает. Ему остается только выбирать из красоток с желающими ему понравиться. Конечно, у него случаются короткие бурные романы. Непопытные факты. Совсем недавно появились слухи о нетрадиционной ориентации Алексея. С подачи Юрия Хованского в сети распространилась информация о том, что Хесус часто бывает на сайтах знакомств для геев. Хесус обвинил Юрия в распространении лживых слухов, пояснив, что парень просто завидует его популярности. В августе 2022 года он снимал за... Он завидует мою популярность. Почему? Не знаю, он завидует мою популярность. Городный дом в Америке совместно с Алиной Рим. Поэтому он называет меня геем. А может быть Хованский просто хотел потрахаться с Хесом, и в этом был секрет. Он типа хотел убедить Хеса, что на самом деле он гей, и тогда бы у него начались романтические отношения с Юрием. Ну вот такой почему план раз... Блядь, это причем план событий, который вот, наверное, написал бы какой-нибудь фанфик-фан. Ну, человек, который постоянно пишет фанфики, понимаете? Юрий Хованский рассказал всем, что Хесус гей, чтобы он признал свою натуру. Блядь, а у Вовы там вообще, кстати, полный комплект. У него же там три женщины, по-моему. Там вообще фулл комплект. Эх, времена были. Нелли вот меня обгоняет. Эх. Блядь, я типа думал, это короче ее никнейм. Она, я что-то вижу, там, знаете, у нее там такая фигня, кулина, типа. Я думал, это никнейм, короче. Сейчас стримеры живут в одной квартире. Пятерка, он же мем года. МИНУС БАШНЯ! ЕБАШНЯ! Ой, блядь, ЕБАШНЯ! Зовут его Кирилл, и проживает он в городе Ростов-на-Дону. Точной даты нету, когда Пятерка познакомился с девушкой. Но я предполагаю, что с июня 2018 года у него в квартире живет его девушка, София. Которую он часто уделяет время на прямых трассе... Лё, он там расследование проводил, и шо, откуда? Я предполагаю, что живет он, живет у него в доме женщина с 18-го года. Ебать, Шерлок Холмс. Ежи язык достойный. Еще раньше, Лоу. А, то есть это инфа еще в свободном доступе, просто челу было похуй, да? Ой, похуй. А как ты без меня, Пуп, проживешь? Сейчас у нее есть свой твич-канал, где она стримит. Блядь! А, чё? Что ты? Блядь! Ему настолько было похуй на этот видос! Ладно, я вначале говорил, что этот видос охуенный, я извиняюсь. Давайте стриму, ладно, того чела, которого я напиздел. Буду улыбаться без причин, буду отжигать, пока хватит сил, петь о том, что он был младим, ты не поймешь, почему, почему ты не...